Ежедневно в херсонских пабликах появляются сообщения о том, что солдаты оккупационных войск приходят с обыском в частные дома и квартиры. Участились звонки херсонцам с российских номеров. Неизвестные расспрашивают об отношении к войне и к России. Каждый день в городе исчезают люди. Экс-мэр Херсона Владимир Николаенко стал одним из тех, кого насильно забрали россияне. Он пропал еще в апреле. Наши корреспонденты в Германии встретились с сестрой экс-мэра Херсона и дали его история. Татьяну Куршун лично знают многие херсонские чиновники. В том числе и нынешние коллаборанты Стремоусов и Сальдо, о последнем из которых постоянно ходят противоречивые слухи. Про российские паблики его то хоронят, то опять воскрешают. Я бы не только его отравила, я бы его загрызла. Его, Стремоусова, этих людей я знаю лично. Сейчас, вспоминая довоенные времена, Татьяна понимает, что Херсон, скорее всего, давно и планомерно готовили к оккупации. Не единожды в маршрутках встречала людей, которые подсаживались к пассажирам и рассказывали, как хорошо жить в России, как прекрасно живут сейчас люди в Крыму, вот бы и нам бы так. Я в таких случаях доставала телефон и говорила, что сможете повторить, сейчас позвоню в СБУ, сможете ли повторить это все, подъедут люди и вы им это все то же самое расскажете. Они молча выходили из маршрутки, садились в следующие маршрутки, ну и продолжали проводить свою работу. Родной брат Татьяны, экс-мэр Херсона Владимир Николаенко, пропал еще 18 апреля. Он вышел из дома после звонка на его личный мобильный. Больше его не видели. Он позвонил, по-видимому, очень близкий человек, потому что если бы это был незнакомый, неблизкий, он бы на встречу не пошел. Со встречи он не вернулся, позвонил жене и на русском языке сказал дословно, я тут с ребятами, все хорошо. И вот тогда она поняла, поскольку ему не притоманно русский язык, она поняла, что он намекнул, с какими он ребятами и что он выграден. Меньше чем через месяц после исчезновения Николаенко в интернете распространилось вот это видео. По картинке Татьяна сразу узнала. Снимали недалеко от Вечного огня в Херсоне. На видео российский журналист настойчиво задает Николаенко один и тот же вопрос о Шухевиче. Шухевич на чьей стороне воевал? На стороне Украины. Он воевал за Украину. Он воевал на стороне нацистской Германии. Он не воевал на стороне нацистской Германии, он воевал за Украину. Смело, молодец. Я уверена, что там автоматчики стояли. И он все равно говорит правду. Я часто пересматриваю эти кадры. Смотрю для того, чтобы слово с братом слышать. В Херсоне Татьяна была завкафедрой социологии в Госуниверситете. Но уже семь месяцев ее главный статус – бабушка трехлетнего внука. Здесь, в Германии, они вдвоем. За неделю до войны она повезла внука в Карпатский санаторий. Собирались как раз домой. 3 марта Херсон уже был оккупирован. В первые недели войны, когда началась массовая эвакуация, Татьяна наугадь села с внуком в волонтерский автобус. Он привез их в Лейпциг. Скажи, как на немецком, бабушка? Говори, как бабушка на немецком? Говори. Ома. Татьяна замечает, что внук стал забывать маму, которая остается в оккупированном Херсоне. Сейчас там каждый день пропадает электричество и интернет. А российские сим-карты семья Татьяны отказалась покупать. Он понимает теоретически, что есть папа и мама, что есть старший брат, что есть бабушка, которая в Херсоне. Но их образ, наверное, уже стерся только голос. И потом очень тяжело его собрать в кучу, как говорят. Капризничает, расспрашивает, когда приедут, почему они его бросили. Нам очень страшно. Такие слова Татьяна, как и большинство херсонцев, слышит сейчас от своих родных, которые по разным причинам остались в оккупированном городе. Страшно жить в оккупации и страшно, когда начнут освобождать, говорят они. Татьяна морально настроилась, что эту зиму они с внуком проведут далеко от дома. Даже три банки варенья садим. Зимой уже слыкались с мыслью, что зимовать будем здесь. Тяжело слыкались, но слыкались. Зимовать будем здесь. У нас есть клубничное варенье, есть малина перетертая и смородина перетертая с сахаром. На всякий случай. Но как только можно будет возвращаться на родину, она сразу же сдаст полученные в Германии документы и скорее домой. Чемоданы буду собирать, сумки буду собирать, много целовать. И на следующий день уеду домой. И буду каждый день говорить маме, дочери, всем близким, что я их очень люблю. А потом будет жизнь. Потом будет все хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!